Промзон Потому что она, собственно говоря, примыкает к Павелецкому вокзалу и к станции метро Павелецкая, откуда поезда в том числе едут до города Павелец, поэтому называется Павелецкий вокзал. Ну и старое место, и действительно это, пожалуй, самое близкое к центру города промзона. Ну и она очень известная, и вот кто, наверное, жил в советское время в Москве, кто бывал в этом районе, а многие бывали на Павелецкой, в районе Павелецкой площади, то, наверное, знают, что когда выходишь с площади, то стоял часто такой довольно характерный дрожжевой запах, запах дрожжей. Это работал московский дрожжевой завод, который, к сожалению, закрылся около 10 лет назад и был полностью разрушен, все его здания стесены примерно года 3-4 назад. Полностью. Ну еще запах шоколада тоже иногда бывает в Павелецке, когда выходит, еще запах шоколада, ну такой кондитерский. Но это уже идет запах с другой стороны, со стороны Новокузнецкой улицы, там с Родфронта. Предприятие Родфронта, она не входит в Павелецкую промзу. А вот как раз дрожжевой завод это то самое. Ну и множество людей, которые вот с вокзала, с метро, с разных регионов, так сказать, районов Москвы и с Подмосковью приезжали, да, на электричках. Вот они шли, и мужчины, и женщины, такие работники с трудовыми руками, с такими, так сказать, мужественными лицами, с сумкой за плечом. Но они шли по разным предприятиям промзоны Павелецкой, расходились и разъезжались, да, которых здесь было огромное количество. На самом деле предприятий здесь в советское время, вот как раз на Павелецкой промзоне было около 40-50. То есть до 50 предприятий было в советское время. А сейчас в этой промзоне осталось всего действующего предприятия, это где-то 3-5 примерно. Около 5 предприятий, да и то там уже некоторые работают не в ту мощность, которую работали раньше. Вот, то есть совсем буквально какие-то крохи. Ну, около 10% того потенциала, той мощности, которая вот работала в промзоне в советское время, к сожалению, осталась. Да и сама промзона, она довольно сильно скукожилась. Если раньше она занимала всю вот эту обширную территорию, прямо вот от Москвы-реки, да, и вот до Павелецкого вокзала, и сюда доходила до Даниловской набережной. Ну, в общем, все бы здесь одни предприятия были. То есть сейчас она вот от Москвы-реки отошла, здесь одни бизнес-центры понастроили. Вот, ну и она так вот сюда вот отошла бы, в основном в ближнюю сторону Дубининской улицы, но она и раньше там была, но она вот как-то больше сюда вот спрессовалась, около железной дороги, Дубининской улицы. Там еще что-то чуть-чуть немножко теплится. Ну, в основном, конечно, аренда. Вот. То есть даже на официальных картах вот промзона Москвы, та, которая сейчас выпускается, она уже, в принципе, скукожилась где-то раза в два. Вот. Но эти карты, они, то есть даже вот пишут, например, там промзона Павелецкая, да, вот допустим, но даже эти карты, они не отражают реальной ситуации. Потому что пишется, что промзона, а по сути дела там никакой промзоны уже, в общем-то, и нет. То есть, по сути, промзона, она уже не работающая. Она, это просто бизнес-центр. То есть, как бы территория бывшего завода, да, бывшего завода. И поэтому она, как бы, входит в промзону. Но, по сути дела, завода-то уже нет. И там просто одна аренда. Поэтому, ну, а какая это промзона? Это не промзона, это просто, ну, нежилая зона, скажем так. Просто нежилая зона. Вот. Или там, я не знаю, какая-нибудь офисно-спаская зона, но никак не промышленная. Потому что все-таки промзона, если мы расшифруем, да, то именно там, где что-то производится. Не бумажки перекладываются, не какие-то там всякие услуги оказываются, не что-то хранится. Это, конечно, тоже может быть, но это только, ваще, дополнение, как второстепенно. А именно, что-то производится. В этом, как бы, изначально смысл и задачи, так сказать, созданных еще и в досоветское время, ну, и особенно в советское время, в общем-то, промзон и в Москве, и в других районах страны. Но, к сожалению, вот, увы, эта промзона, она одна из первых, которая, в общем, как бы сильно пострадала от фактически ликвидации промышленности, которая, по сути дела, конечно, происходит намеренно. Да, конечно, сколько угодно можно говорить по поводу того, что здесь очень высокие цены, потому что рядом центр города, земля очень дорогая, развиваться в промышленности невыгодно и так далее. Ну, слушайте, поверьте, да, и поймите, что можно создать такие условия, да, со стороны государства. То есть, государство создает условия, правильно? Ну, скажете, рынок, ну, рынок, рынок это рынком, но, понимаете, в Китае-то почему-то все производится. Значит, там государство создает условия для того, чтобы люди производили что-то, что-то производило в стране, да, и работала промышленность. Ну, а что мешает у нас создать такие условия? Ну, да, там, конечно, действительно есть такой момент, есть такой фактор, что действительно люди работают за небольшую плату, да, это правда. Ну, понимаете, дело не только в этом, можно и за хорошую плату, в той же Германии есть промышленность, опять же, да, промышленные районы, они тоже не останавливаются, у нас же она ее практически нет. То есть, во многом это все равно все происходит намеренно, можно все равно создать условия, при которой будет выгодно что-то производить, развивать промышленность, а не заниматься только лишь неким бизнесом, да, то есть, грубо говоря, делал дела, там, не поймите, чем заниматься, какие-то услуги, а, в общем, по сути, ничего не производить и попадать в зависимости при этом неизбежно, потому что эти вещи-то нам нужны, все равно мы же ими пользуемся, вот, так сказать, в разных областях, попадать в зависимости от других стран, от других производителей, которые что-то делают. Да даже и от других регионов, потому что, ну, приходится заказывать, даже, может быть, где-то что-то у нас и производится в России, но в других регионах, приходится оттуда везти, ну, это же, сами понимаете, если можно все сделать вот под боком. А все эти там разговоры про экологию, ну, во-первых, понимаете, так сказать, раньше же работали, вроде как-то жили, да, вот, и, скажем так, и неплохо часто жили, значит, это как-то, ну, уж не так страшно, как это часто показано. А, во-вторых, ну, хорошо, экология, ставьте хорошие фильтры мощные, да, ставьте какие-то очистные сооружения, делайте высокотехнологичное производство, оборудование поставить. Не можете сами представить, ну, хорошо, закупите его в Италии, закупите в других странах, где очень хорошее оборудование. Это, в принципе, практиковалось и в советское время, вот, далеко не все делали сами, особенно вот эти станки какие-то, вот эти, вот средства производства так называемые, да, вот, как говорится. Ну, что ж, закупалось, это не значит, что надо все разрушать. Ну, а застраивать все жильем и бизнес-центрами, это, конечно, мне кажется, совершенно неправильно. Что касается самой промзоны, уже во многом бывшей, да, то она начала, она старая, ну, поскольку, собственно говоря, примыкает к Садовому кольцу, можно сказать, почти к самому центру города, и начала, а она появилась еще в XIX веке. В XIX веке, даже с середины XIX века здесь, в общем, начали появляться уже какие-то производства. Ну, и, пожалуй, первым заводом был основан еще в 1847 году англичанином, был завод, ну, который, в общем-то, занимался ремонтом разных машин, и потом был преобразован в завод Владимира Ильича, это который как раз находится на Дубининской улице. Сейчас уже там старые новые территории этого завода, ну, а раньше был, в общем, завод возник как ремонтный завод, который основал англичанин еще в 1848 году. Ну, а потом тоже тут много было, и в XIX веке созданы и другие заводы, преимущество уже ближе к концу XIX века, какие-то в начале XX века. В том числе, вообще-то, промзона, она очень была сильно специализирована на легкой промышленности, легкой и кожевенных предприятиях, но, в частности, вот, был кожевенный завод братьев Бахрушиных, вот, их много было, это целая династия Бахрушина была, которая была известна в Замскворечье, а это как раз и район Замскворечье, ну, сейчас немножко Даниловский район вот здесь, ну, видите, вот здесь непосредственно Замскворечье, ну, на Кожевнической улице, это как раз вот около Павелецкого вокзала, как раз вот район, прямым качеством Замскворечье, где как раз Бахрушины жили, вот, ну, и имели там, опять же, свои фабрики, это понятно, фабрика Цигеля, вот, ну, и фабрика Тиля, ну, немцы тоже здесь были, швейцарцы, ну, и многие другие иностранные тоже предприниматели, как, в общем-то, это и... было тогда принято, многие тоже здесь основывали свои производства. Ну, естественно, в советское время все это было преобразовано уже в советские заводы, некоторые были перепрофилированы в какие-то другие предприятия, но некоторые так или иначе сохранили свой профиль и часто на адресационных станках работали довольно-таки долго. Посередине этой промзоны, прямо здесь между вот Москвой рекой и Дубининской улицей, проходит железная дорога, ну, это понятно, Павелецкий вокзал, и за Павелецким вокзалом как раз начинается промзона. Но обращу внимание, что это Павелецкое направление, оно было открыто в 1900 году, а предприятия, они появились еще до открытия железной дороги, то есть, в принципе, скажем так, железная дорога, она очень сильно способствовала развитию здесь промышленности, потому что вот прямо вокруг железной дороги стали появляться заводы, ну, Москва-река и вот же особенно железная дорога. Но, скажем так, она не явилась единственным фактором, который, так сказать, позволил тут расположить именно промзону. Вот, конечно, удобно, когда железной дороги тогда было много железнодорожных перевозок осуществлялось, разных товаров, но не только. И машинами тоже возили, ну, и по Москве-реке тоже эти баржи грузовые. Вот, но она, конечно, способствовала, когда было открыто железнодорожное движение здесь, то, конечно, это способствовало именно развитию здесь, еще большему развитию здесь промышленности. Вот, но появилась она еще до появления железной дороги. Вот, здесь большой был грузовой двор по-белецки раньше, и он не так давно был закрыт. Ну, там контейнерные перевозки осуществлялись, погрузка, выгрузка железнодорожных вагонов и на вагоны. То есть, вот если вы были когда-то на Жуковом проезде, вот, он как раз там был въезд на эту территорию. А Жуков проезд, он как раз соединяет вот Кожевническую улицу и Дубининскую улицу. То есть, такие основные улицы вот этой вот по-белецкой промзоны. То вот там стояла огромная вереница таких грузовых машин, таких больших иногда, таких целых рефрижераторов, да. Вот они как раз стояли на разгрузку, погрузку, там прям, ну, пропускали по пропускам там, да, и вот въезд был. И, соответственно, туда вот заезжали эти машины, там дальше с контейнеров, там шла перегрузка в эти машины, то есть, шла загрузка, и потом уже развоз по разным, так сказать, уже поставщикам той или иной продукции с железнодорожной, с железной дороги, и дальше уже по Москве возили разные, так сказать, места. Вот, ну, этот двор закрыли, сейчас у нас эти грузовые дворы железнодорожные закрывают, Рижский двор закрыт, вот, и Курский двор тоже закрыт, Москва-товарная Курская закрыта. Ну, и вот по-белецкой тоже где-то года три назад закрыли. Ну, и, наверное, я не знаю, что они там хотят строить, конечно, можно подумать, что жилье будут строить, но, честно говоря, жить прям рядом с рельсами и прям непосредственно практически на вокзале, ну, я не знаю. Сейчас, конечно, все, что угодно может быть, но что-то как-то не знаю. Тогда надо и вокзал выводить. Ну, вроде таких планов нету, поэтому, ну, не знаю, как все это будет выглядеть, ну, может построить какой-нибудь бизнес-центр и так далее. Ну, грузовой двор вроде все. Сейчас такая политика, что их выводит. Прямо рядом с Павелевским вокзалом, вот, на Кожемнической улице, сейчас находится офис на гостиничный центр Вивальди Плаза, ну, у нас любят слово Плаза. Ну, Плаза это типа центр, да, такой, вот, типа офисного центра Вивальди, ну, тоже любят красивые названия, типа, в честь композитора, да, вот, итальянского назвали Вивальди Плаза. Ну, а когда-то здесь как раз находилась московская кожевинная фабрика по Хрушинах, а и также еще московский фурнитурный завод, который выпускал фурнитуры, ну, понятно, всякие там штучки, там дверки, ручки и так далее, ну, много всего, да, то, что было нужно. Ну, наверное, фурнитура сейчас не нужна, Вивальди Плаза, наверное, более важный момент. Там и гостиница, и офисы, и что там только нет, магазины всякие, то есть там интернет-магазин, много всякого разного. Вот, она между Летниковской улицей и Кожемнической улицей находится вот этот комплекс. Вот, дальше у нас идет, соответственно, на тоже вот Летниковской уже улице, вот она Летниковская, вот здесь находится, ну, сейчас тоже бизнес-центр Кожевники Плаза, еще одна Плаза, она уже теперь Кожевники, вот, ну, по местности Кожевники, которая здесь находилась, то, что было много Кожевнической фабрики, то есть выпускали изделия из кожи. Вот, ну, не только Бахрушина, вот сейчас Кожевники Плаза, здесь когда-то, соответственно, находился еще, был когда-то механический завод Винтера, вот, еще с конца 19 века выпускал всякие прессы, вот, машины для, так сказать, Кожевиной фабрики, ну, потому что кожу надо же было делать на каких-то машинах, на оборудовании каком-то, а он выпускал оборудование. А рядом же находились Кожевные фабрики, которые, соответственно, на этом оборудовании выпускали изделия из кожи, видите, как все было завязано. Ну, а потом уже здесь появился, там, где Кожевники Плаза на Летниковской, завод в советское время был перепрофилирован, завод пневмоаппарат, на котором я, например, работал, но недолго, около года, почему? Потому что его просто обанкротили, я, может, там еще поработал, вот, в пневмоаппарате, да, вот, но его просто обанкрутили, вынудили оттуда съехать, вот, ну, выпускал всякие такие пневмоцилиндры, пневмоколпана, регулирующую аппаратуру, так сказать, всякие такие детальки для очистки воздуха и так далее, ну, как кипы всякие, да, вот и приборы, которые тоже можно, ну, в общем, всякое такое оборудование, которое применяли потом для вот разных, в разных видах, вот, видах промышленности, детальки всякие выпускали, все, этот завод его перевели в Орловскую область, там он до сих пор работает и выпускает всякую пневмопродукцию, вот, основанную, соответственно, на действии воздуха сжатого, ну, а здесь вот его ликвидировали, теперь открыли вот там бизнес-центр Кожевники Плаза, то есть там у здания оно сохранилось, хотя немножко реконструировано, но видно даже, вот, знаете, такие большие окна, такие вот, большие помещения цехов здоровые, даже вот еще просматриваются до сих пор, вот, ну, только сейчас там уже ничего не производят, а вместо этого там теперь сидят всякие клерки, офисные работники. Вот, тоже разорили, ну, директор там Данилов был, он что-то пытался первое время бороться, ну, и такой, глаза вроде него были, ну, его затаскали там по судам, там какие-то были заседания постоянно, что-то какие-то были приняты, в итоге там бесполезно было все, там все принималось, по сути, ну, и у него, в принципе, как-то быстро сдался, потух, ну, что-то вроде начало пытался, а потом уже все понял, что это бесполезно, ну, и все, и, в общем, как-то там все приуныли, уже, еще люди работали, а уже станки стали вывозить, то есть часть станков стали вывозить, на каких-то еще работали, а каких, смотришь, уже одного станка нету, еще одного станка нет, ну, и работа, народ тоже, конечно, стал уходить уже кто куда, ну, я тоже ушел, в принципе, можно сказать, практически в первых рядах, ну, некоторые там, которым особенно еще хоть немножко хотели, хоть до конца, хоть доработать, но еще там сидели, остались там, ну, уже они все практически, искали место куда будьте просто ну тоже люди часто возрасте уже 50 лет людям было и под предпенсионным уже и так далее трудно было найти многих не брали один мужик там хотел даже рабочим на кухне устроиться да вот он тоже на станках работал а когда узнали сколько тебе лет 45 45 даже даже разговаривать не стали то есть даже всего как только узнаете 45 все то есть даже там и кто он чего то есть такое впечатление что 45 это уже там ну как типа 75 или 85 то есть ну как ну а что ты там можешь 45 лет да хотя человек такой был крепкий такой мясистый был все ну даже и даже не разговаривать понимаете то есть трудно было устроиться ну вот мужики ездили там на разные предприятия смотрели там ну трудно потому что приезжаешь а там уже завода какого-то нет где-то не уже не нам не нужный и сами ели концы с концами сводим кого-то по возрасту отсеивают сложновато ну на роге то кто-то конечно устроилась на они пропали все тем более люди все рукасты и в общем ты знает свое дело но в общем тяжело тяжелое было состояние и уже и привыкли рядом находятся эксперименты кошебнические переулки вот между литниковской улицы дербеневской кошебнические переулки антит curious но первый второй и 4 а третьего сейчас нет кошебнического вот Там в одном из привозчиков, по-моему, втором находится экспериментальная трикотажная фабрика, которая работает с 1930 года. Ну, знаете как, она вроде как бы, у меня есть данные, что даже до сих пор что-то еще выпускать, какой-то трикотаж. Но много очень в аренду сдаёт. То есть, так как она работала в советское время, ну, практически она уже, конечно, не работает. Далее идёт, с другой стороны, Летниковская улица, идёт бизнес-центр Светогор. Здесь тоже когда-то находилась одна из кожевиных фабрик, старая. Вот, и также ещё, ну, находилась ещё полиграфический комбинат Светогор. Вот, полиграфическая, ну, или фабрика комбинат Светогор. Ну, всё. Ну, теперь фактически тоже такой деловой центр Светогор. То есть, по сути дела, уже ничего тоже не производится. Вот, хотя Летниковский дом 10, ну, тоже такая старая, старая предприятие, одно из старых кожевиных предприятий, тоже в советское время работало. Ну, теперь и полиграфический комбинат, ну, уже тоже ничего нет. Теперь рядом тоже находится бизнес-центр Павелецкий называется. Вот, это на первом кожевиным переулке, дом 6. Ну, и основано было это вот, то, что сейчас вот, где бизнес-центр Павелецкий. Вот, это ещё как ткацкая ленточная фабрика, ещё в 1897 году. Вот, ну, потом в советское время была лентоткацкая фабрика. Ну, а потом фабрика специальных лент и русская лента, что ли, как-то. А сейчас эта фабрика, она переехала на Лосинку, где-то там, на Лосинке она вроде находится. Ну, возможно, уже даже и сейчас ей там нет. Ну, тоже лёгкая промышленность и всё такое. Дальше на Кожемической улице находится бывшее предприятие, ну, скажем так, строение бывшего предприятия, Аремкус называется такое название. Вот, очень странное, да, иногда. Но дело в том, что когда-то это было просто предприятие покрасочное для покраски в основном автобусов. Ну, красили автобусы, да, у нас же автобусы крашены, да, вот эти краски. Ну, и, соответственно, предприятие было вот по покраске автобусов. А потом, ну, и долго оно работало, ну, не только машины красили, но и сам автобусы, да. Ну, его обанкротили где-то в начале 2000-х годов, там, всё ликвидировали, и вообще все помещения забросили. И с тех пор так они стоят заброшены. Вот, там одно время пытались сделать автостанцию какую-то, и вот, и там автобусы останавливались. Вот, прям на территории, не в самих, конечно, зданиях. Они там все заброшены, там всё брошено, там ещё до недавнего времени станки стояли какие-то все брошены. Сейчас вроде там очистили, окна выбиты все, там внутри какой-то мусор, грязь там. Я заглядывал, просто смотрел, ну, ужасно что-то. Конечно, вонь какая-то, неприятное, конечно, место очень такое. Какой-то там сделали, ну, сейчас и фотоснимки даже есть, вот тут сохранились несколько лет недавно, скажем так. Вот, и там одно время автобусы останавливались междугородные. Ну, сейчас вроде там вообще всё забросили. Просто охранника поставили, ну, там никого не пускают на территорию, чтобы там никто не ходил. Вот, а по сути дела ничего нет. Ну, наверное, застроят потом жильём, ну, вроде сейчас пока как-то ничего не говорят. Вот, что ещё тут было в этой промзоне? Бизнес-квартал, капитал-хаус, ну, как бы столичный дом, сейчас так называется, ещё торговый центр Виллмарт. Это тоже вот как раз на Летниковской улице, там, ну, там было несколько вот кожевных предприятий. Ну, вот, ну, и когда-то это был, как такая шорно-кожевиная мастерские тили были, которые, ну, тили это немец был, которые потом были преобразованы, вот, уже в конце 19 века, они ещё возили где-то в 80-х годах, ещё в 19 века. Потом были тоже преобразованы в кожевиный завод. Ну, а в советское время, в общем, в принципе, это был, просто назвали московский кожевиный завод. То есть, по сути, он сохранил свою профилировку, ну, потом, опять же, в 90-е годы всё начало разваливаться, и сейчас вот ещё один бизнес-центр открыли. На втором кожевиенческом переулке находится действующее до сих пор, слава богу, предприятие по производству технического фельца. Ну, фельц, фельц, вернее, если так брать, это такая, как бы, волочная ткань, ну, в основном, технического характера, но, в принципе, может применяться и в быту, в бытовой сфере. Вот, и называется она Горизонт, это фабрика с 92-го года, но есть название Горизонт, по-моему, акционерное общество. Ну, и вот производит она, в принципе, разные виды войлока, в том числе и всякие банные принадлежности и так далее. Вот она здесь вот находится, ну, вот, между Летниковским и вторым кожевническим переулком она находится. Ну, вот это действующее предприятие, действительно, оно работает до сих пор. То есть, наверное, чуть едва не единственное предприятие, вот, экспериментальная трикотажная фабрика, что-то там, вроде, немножко производит, и вот еще вот это вот, ну, вот, что-то связано с войлоком, да, и фабрика технического фельца тоже вот работает. Значит, ну, на набережной здесь у нас находится, вот, на Дербеневской, да, вот, сейчас уже фактически ничего там не производится, ну, когда-то сейчас бизнес-центр Новоспасский, ну, потому что рядом Новоспасский мост находится, ну, и, соответственно, неподалеку Новоспасский монастырь, поэтому вот такое название Новоспасский. Там 14 зданий находятся, старых, таких промышленностей, сразу видно, таких краснокирпичных, ну, реконструированных. Ну, и когда-то там находилась сицынобинная фабрика Цинделя. Цинделя, ну, наверное, немец или швейцарист был, вот, ну, и, собственно, сам там жил, его усадьба тоже была, вот, рядом с нынешним Жуковым проездом, вот, сейчас там построили апарт-комплекс Левел-Поверецкое, вот, на Жуковом проезде, ну, а когда-то там вот была как раз его усадьба, еще долго вернее ворота сохранялись, потом там какую-то сделать детскую площадку, типа такого детского городка, ну, а потом сейчас вот построили уже апартамент, апарт-комплекс. Вот, ну, и, собственно, вот Цинделя, он там жил, это усадьба, а рядом у него была вот сицынобинная фабрика Цинделя, ну, а в советское время это была сицынобинная фабрика номер один, ну, которая выпускала разные, так сказать, ткани, разные виды тканей для разных нужд. Вот, рядом тоже находилось раньше еще одно кожейное предприятие, вот, на Дербеневской улице тоже, вот, не на набережной, но, ну, как бы здесь все рядом, видите, это улица Дербеневская, а вот это набережная, и вот это такое, здесь одни фабрики были, вот здесь сицынобинная, здесь находилась раньше кожейная фабрика Жомочкина, еще дореволюционная тоже фабрика, ну, а дом один, ну, а потом в советское время это был кожейный завод имени Тельмана, Эрнста Тельмана, ну, а теперь бизнес-центр Дербеневский называется, по местности Дербени, которая здесь находилась, вот, ну, а здесь вот на Кожейнической улице еще одна обувная фабрика, называется Парижская коммуна, ну, эту фабрику, я думаю, многие знают, многие в обуви этой фабрики ходили, ходят даже до сих пор, вы знаете, фабрика это работает, но дело вот в чем заключается, что вот здесь, как раз в Москве, на Кожейнической улице, здесь почти ничего не производят, то есть здесь делают небольшие экспериментальные, такие малосерийные партии обуви, да, небольшие, ну, как бы такие эксклюзивные, может быть, да, и, ну, просто именно экспериментальные, да, вот, и все, а все остальное сдают в аренду, а производят обувь, вот эта Парижская коммуна, она, в основном, в Тульской области, по-моему, в Тульской, где-то в Рязанске, что ли, еще у них какие-то там есть, вот там уже предприятие полного цикла, и там уже именно, вот, собственно говоря, обувь непосредственно производится, как говорится, от начала и до конца, от колодок, и уже до готовой продукции, а здесь в основном магазин находится, магазин фирменный вот этой Парижской коммуны, вот, там, торговый центр Кожевники, да, и там большой такой обувной магазин, куда многие ездят тоже, вот там можно купить обувь, а производство очень ограничено, в основном эта фабрика, она все задает в аренду, очень много площадей задает в аренду, в том числе в Кожевническом проезде, на Кожевнической улице, так что какое-то ограниченное производство есть, но вот именно что ограничено. Ну, здесь вот тоже, между Кожевнической улицей Шлюзовой набережной, вот здесь, вот Шлюзовая набережная, вот Кожевническая улица вот здесь, был раньше завод асбестно-технических изделий, вот, тоже где-то примерно, еще лет 10 назад он где-то работал, ну и все. А теперь там построили жилищный комплекс, ну, апарт как комплекс, да, АЭМ на Садовом, ну, как бы, я живу на Садовом, как бы, я есть на Садовом, переводится с английского АЭМ на Садовом. Он нас любит такие вещи все, да, когда и английский, и русский, все как бы в перемешку, ну, что-то такое, ну, типа, я такой крутой, живу на Садовом, ну, понятно, какие там цены, все. Я помню, как-то пришел туда, ну, когда еще там только все строили, пытался там фотографировать, вдруг ко мне там охранник подлетел, говорит, здесь нельзя фотографировать, мне начальник сказал, что здесь нельзя ничего снимать, нет, 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 сейчас запретил, а я уже сфотографировал, все, я уже все сфотографировал, а он ко мне пришел, сказал, здесь нельзя, говорит, ну, логика есть, то есть человек уже сфотографировал, ну, тогда уже надо было отнять фотоаппарат, сказать, мне-то там все разряди, а так человек сфотографировал, а он ко мне приходит и говорит, здесь нельзя, говорит, фотографировать, ну, уже дело-то сделано, ну, нельзя, нельзя, я, в общем-то, больше не собирался, ну, посмотрел там объявление, все, и пошел, вот, Ну, он там внутри, там, за жилыми домами, там жилые дома, и вот в окружении еще старых жилых домов, которые на Садовое кольцо выходят, там прям в глубине, вот раньше был завод, вот это спецтехническое изделие, а сейчас вот новый апарт-комплекс вырос. Значит, ну, на Шлюзу-набережной также был филиал первообразовой типографии, ну, знаете, да, первообразовая типография, Межданова еще называлась она в советское время, вот, она на Валовой улице находилась, между Валовой и Пятницкой. Вот, это еще бывшая типография Сытина, Ивана Сытина, книга издателя. Ну, вот, а здесь у него как бы был филиал вот этой типографии, ну, в основном бумажное производство, бумагу делали, вот, ну, а большая типография была огромная, печатала книги миллионными тиражами в советское время, сейчас об этом даже трудно и мечтать. Я тоже там, кстати, работал в первообразии.